В зале только девушки и губернатор. Встреча инициирована представительницами бизнес-сообщества. Истории самые разные. У кого-то крепкий, прибыльный проект, которому уже не один десяток лет. У кого-то стартап. Вопрос к губернатору есть у каждой. Мы просили эту встречу давно. Дело в том, что это все участницы до федеральной образовательной программы для предпринимательниц. Это очень активное сообщество. Почему именно женщины? Но так повелось в нашем регионе, видимо, что женщины, особенно предпринимательницы, очень активны. Они выражают свою позицию. У них всегда очень много предложений. Но так вот складывается, что мужчины не так активны. Активное очень предпринимательское сообщество. Мы учимся, мы общаемся. И, конечно же, возникают какие-то вопросы при этом взаимодействии непосредственно к власти. Текстиль, детский спорт, ресторанный бизнес. Сколько людей, столько идей для предпринимательства. А вот вопросы похожи. О нюансах налогообложения. Будут ли преференции для предпринимательского сообщества в будущем году? Я считаю, что моя задача, одна из основных задач, сделать так, чтобы предпринимательский климат был у нас один из лучших в Центральной России. Речь идет и о малом, и о среднем бизнесе. Вы знаете, что у нас половина ВРП региона – это именно малый и средний бизнес. Поэтому от того, какие условия для предпринимательства у нас в регионе, зависит процветание нашего региона, зависит от того, будут ли или не будут создаваться рабочие места. Поэтому для меня это особая повестка. Для участниц этой встречи запланирована экскурсия в Центр «Мой бизнес», где все сервисы, необходимые предпринимателям, расположены в одном месте. Станислав Воскресенский попросил об обратной связи, чтобы из первых уст узнать, удобен ли данный вид поддержки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова